Привет, друзья! Уже два года как в Кувейте, все безуспешно пытаюсь попасть в морской музей. Музей примечательным тем, что Кувейт это как бы морское государство. Кувейт это последний порт в Персидском заливе. То есть, здесь через Кувейт осуществлялась вся торговля и логистика. Прямо возле музея есть два экспоната. Это традиционная кувейтская лодка Доу называется. Они все называются Доу, но предназначены для разных нужд. Вот это, например, одна из первых, которая возила воду. У нее даже видно днище полностью такое обвесшее. А вот этот Доу использовалось для транспортировки фиников, овощей, людей и иного провианта. А сами лодки, они парусные. Вот на задней мачте, там есть горизонтальная мачта, на которой поднимался парус. Так как Персидский залив, он мелкий и здесь практически не бывает штормов, а если и бывают, то они вообще никакие. То и якоря здесь, соответственно, тоже очень маленькие и легкие. Достаточно просто его бросить на дно. Якорь вот этими зубцами зарывается в ил. И если даже корабль на волнах колбасит, то этот якорь не дает лодке сместиться. На ней даже цепи нет якорной, здесь просто веревка. Вот еще классная конструктивная особенность. Во-первых, ватерлиния здесь выкрашена так, чтобы вода не разъедала древесину. Сама древесина, она пропитана какой-то смолой, которая препятствует разъеданию. И доски прибиты деревянными гвоздями. Здесь металл не используется вообще. Это традиционная конструкция такая по старинным верованиям арабских мореплавателей. Есть поверье, что нельзя скреплять лодку железными гвоздями, потому что на дне моря живет дух, который примагничивает к себе гвозди и может вытащить все эти гвозди из корабля, и корабль развалится. Поэтому лодки собирали полностью из дерева. Это все деревянные гвозди. Вот здесь мы можем видеть руль. Руль управлялся следующим образом. Вот здесь тяговое бревно, к нему прикреплены через блоки цепи. Там сверху на мостике стоит капитан, куда он крутит свой штурвал. В эту же сторону, путем натяжения цепей, руль и разворачивает корабль. Вот эта лодка, она уже более современная. Это на такой лодке рыбаки выходили в море. На более мелких лодках выходили в море ловцы жемчуга. Наверху можно видеть сетки, скорее всего для рыбы, либо для каких-то моллюсков. И эта лодка более современная, потому что у нее есть уже какой-то, скорее всего, мотор. Но не педали же они крутили. Но технология сохранена. Все равно, гвозди деревянные. А еще интересно, как был обустроен туалет на корабле. Вот он, вот он, трон. Вот он, трон. Смысл в чем? В общем, захотел рыбак в туалет. Садится на этот стул. Вот сюда свешивает ноги. Сидит себе, вот тут откачается. И прикармливает рыбу. На большой лодке. Туалет побольше. Здесь можно больше прикармливать. Команда-то больше. Вот так вот выживали на кораблях. А вот это за спиной само здание морского музея. Оно выполнено в такой интересной архитектуре. Это напоминает корабль. Если присмотреться, то это тело корабля. Ребра жесткости. Ну, отдаленно, в принципе, напоминают. Ну, и здесь кондиционеры и вентиляция прикрыты такими штуковинами, которые напоминают паруса. Здание вроде бы небольшое. Не знаю, к чему относятся вот эти постройки. Но музей вот он. Так как Кувейт являлся когда-то морской державой, так как уже было ранее сказано, что это последний порт в Персидском заливе, то, естественно, в Кувейте было развито свое кораблестроение, своих традиционных лодок. На этом фото мы можем видеть макет строительства таких кораблей. От начальной стадии и до самого спуска корабля на воду. В музее представлены образцы инструментов, которыми пользовались люди, чтобы построить эти лодки. Это всевозможные пилы, рубанки, стамески. И слева на стенде мы можем видеть сверла, которыми проделывали отверстия в досках, чтобы скреплять корабли. На этом фото мы можем видеть самого рабочего, который с тем самым ручным сверлом селит отверстие в корпусе корабля. Сверло это не такое, как мы сейчас привыкли. Это пруд квадратного сечения. Он обернут деревянным бруском, вокруг которого натянута веревка и прикреплена к еще одной длинной палке. И вращая эту палку, создается вращательное движение и, собственно, производится сверление. Ну вот, собственно, то, как забивают те самые деревянные гвозди в корпус корабля. На этой карте мы можем видеть путь, по которому Кувейт возил воду к себе. То есть, с пунктирной линией показан путь, который преодолевали мореплаватели на кораблях к устью реки Ефрат, которая находится на границе с Ираном и Ираком. И, собственно, заплывали туда из Персидского залива в устье реки и набирали там речную воду, пресну, и потом плыли обратно. Это фото можно считать кувейтским водопроводом. Видно, как корабль с водой зашел в гавань, по колено в воде заходят люди, мулы, с мешками из кожи для воды и с коромыслом с ведрами. И с корабля им выдают воду. И потом вот так вот пешком они идут в свои дома и набирают воду. А вот так выглядит то самое коромысло, которым когда-то пользовались, чтобы носить воду. Это банальная деревянная палка и жестяные квадратного сечения ведра. А еще воду набирали вот в такие кожаные мешки. На этом фото видно, как несколько людей притащили на себе несколько кожаных мешков. Вот они лежат на ступенях, полные воды. А вот так выглядит ковш, которым черпали воду. Допустим, в корабле вода находится в емкости, в деревянном баке. И ее надо как-то набрать. Насосов раньше не было. И воду черпали не кружками, а вот такими какими-то специальными ковшами. Посередине можно было держать. Зачерпываешь воду, получается два как бы отсека. И потом наливаешь уже в ведро или в какую-то другую лейку, канистру или на желоб. Кстати, вот пытался рассмотреть, что это за ковш, из чего он сделан, так и не понял. Возможно, это фрукт какой-то, возможно, из дерева что-то сделано. Если кто знает, напишите в комментариях. Одной и самой главной статьей дохода в до нефтяную эпоху в Кувейте, это была ловля жемчуга. До тех пор, пока они придумали искусственный жемчуг, и он не утратил свою ценность. То есть промысел ловли жемчуга был самым основным занятием в Кувейте на тот момент. Вот, к примеру, на этом фото это костюм ловца жемчуга. Он просто пошит из ткани и защищал ныряльщика от медуз. А это устройство, это чуть ли не самое важное для ловца жемчуга. Это груз, который помогал ему опускаться на дно. Можно обратить внимание, вот белая веревка, она надевалась на шею. На конце белой веревки примотан в данном случае железный груз. А желтая тонкая веревка, она уже была прикреплена к борту лодки. И за эту веревку можно было быстро достать самого ныряльщика уже с жемчугом. Вот эти белые мешочки, это напалечники. То есть эти мешочки надевали на палец ныряльщики, для того, чтобы защитить пальцы от острых краев камней и раковин, которые им приходилось открывать в поисках жемчуга. Раниться было обо что? Вот такие вот раковины сохранят в себе жемчуг внутри. Чтобы их открыть, нужно пальцами именно залезть в эти вот острые края. Для того, чтобы было легче задерживать дыхание, использовалось вот такой вот зажим для носа. Сделан он, кстати, из панциря черепахи. Вот так выглядит жемчуг, который достали с морского дна. Он бывает разных размеров, практически всегда круглый, правильно идеальной формы. Дальше его уже фасуют через разного рода сито с разного размера отверстиями, просеивают и фасуют по размерам. А вот так жемчуг уже выглядит в изделии, в готовом изделии, к которому мы уже привыкли к этому виду. От маленькой бусины до крупной. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»